всем большой привет неожиданно но 4 сезон stranger things вдохновил меня на создание обзора 5 студийного альбома кейт буш потому что ну наконец-то зумер узнали кто такая кейт буш и сегодня мы с вами разберем не только песню с этого сериала но и освежим память и вспомним чем же эта певица запомнилась миру буш вытаптывала тропу в своем жанре очень много лет и это конечно же дало свои плоды она не только записала знаковые песни но и послужило вдохновением для очень многих современных певиц хоть они не спешат об этом признаваться самая влиятельная поп певица последних трех десятилетий чего звучание уже успела распространиться по миру выпустила свою пластинку hounds of love которая фактически стала ее спасением из-за низких продаж предыдущей пластинки за дремен хотя пластинка за дремен довольно знаковой именно после нее у буш начались исследования сольного прогрессивного рока летом 1983 года буш построила свою собственную студию в сарае который она использовала для записи hounds of love пластинка была сделана в формате демок и вместо того чтобы перезаписывать сырой материал она просто улучшила их во время своих сессий в итоге микширование альбома заняло в общей сложности один год альбом был описан как пост прогрессивный поскольку буш описывает в нем истории любви и женской страсти они типичный мужской взгляд который характерен для прогрессивного рока альбом открывается с одной из лучших когда-либо написанных песен в истории музыки дамы и господа running up to hell буш настолько чувственно использует свой голос она переходит от какого-то обычного пения в безудержный крик и это невозможно перестать слушать оригинальное название сингла изначально было именно a deal with god то есть сделка с богом но было изменено по настоянию лейбла на running up to hell чтобы его не запретили в религиозных странах в итоге песню выпустили за месяц до выхода самого альбома она попала в десятки чартов европейских стран и также на 60 строчку американского чарта billboard hot 100 это был очень хороший результат для такого нестандартного артиста как она и это был первый и единственный успех певицы в американском чарте но благодаря создателям сериала stranger things у этой песни появилась новая жизнь и она снова начала показывать свой рост в чартах касаемо лирики можно сказать что эта песня а разница между мужчинами и женщинами они так близки но так далеки друг от друга как мужчины часто не понимают насколько причиняет боль женщинам также женщины чувствуют себя подавлено отдавая предпочтение мужчинам и предоставляя им полную власть над собой кейт хотела бы заключить сделку с богом чтобы увидеть это с совершенно другой точки зрения следующий трек hands of love собственно одноименный трек альбома в котором центр повествования принимает детский страх кейт и ее период жизни где она была жутко напугана также стоит добавить что хаунс переводится как гончая собака несмотря на то что собаки изображены на самой обложке это имеет некую метафору метафора на кого-то кто очень боится быть захваченным любовью это некие собаки любви надеюсь я понятно объяснила а третьем треке big sky кейт рассказала следующее кто-то сидит глядя на небо наблюдая как меняются облака я часто делала это в детстве просто наблюдая как облака переходят в разные формы я думаю что мы забываем об этих удовольствиях в возрослом возрасте а ведь у нас не так много времени чтобы наслаждаться такими вещами это песня о защите матери природы и ее безусловной любви к людям которые делают ужасные вещи по отношению к ней кроме того в треке есть очень интересные звуки разбитого стекла выстрелов из оружия что делает этот трек довольно интересным песня cloud boosting основана на мемуарах книги снов питера райха кейт исследует его воспоминания о его отце вильгельме райхе который был учеником зигмунда фрейда если кратко то вильгельм вывел псевдонаучный термин обозначающий универсальную энергию жизни построил какие-то ящики из металла и диэлектрика которые должны были накапливать аргонную энергию в этот ящик должен был сесть пациент и судя по его исследованиям вот эта вот накопленная энергия должна была положительно повлиять на здоровье пациента в итоге все научное сообщество начало шеймить вильгельма за псевдонауку то что он выдумал какой-то бред и в итоге засадили его в тюрячку для меня было нонсенсом вообще то что она поет именно об этой истории потому что основываясь на своем каком-то личном опыте она для меня имеет совершенно другое значение я бы хотела также прояснить что сейчас будет начало другого альбома да да сейчас объясню в общем кейт втиснула в эту пластинку 7 треков которые отличаются от самой первой части которые я рассказала вам ранее они называются the nine wave зачем она это сделала никто не понял ну давайте разбираться с тем что есть название этого концепта the nine wave который отсылает нас к русскому живописцу Ивану Айвазовскому у которого в арсенале есть картина девятый вал в его работе изображена группа людей попавших в открытое море после сильного шторма из-за которого произошло крушение корабля и вот она берет эту картину как полотно своего мини альбома the knife wave и начинается эта история с песни and dream of sheep которая погружает нас в мир какого-то наркотического трипа героиня плавает в открытом море со спасательным жилетом испытывая галлюцинации и поет о опиуме из маков которые как раз таки вводят ее в это состояние однако в песне есть также строчки о неких белых лошадях которые могут означать кое-что потяжелее в песне under eyes музыка становится намного темнее и интенсивнее текст песни создает для нас картину в которой мы понимаем что героиня получила переохлаждение при этом она продолжает находиться в каком-то затуманенном рассудке и у нее начинаются такие галюны что она видит саму себя со стороны именно в этот момент она просыпается в следующем треке итак кейт просыпается в треке the walking of witch где ее будят совершенно какие-то разные голоса на протяжении половины трека частично она была основана на книге под названием ведьма из пруда черной птицы где главный герой становится свидетелем суда над салемом и сожжением ведьм но касаемо сюжета трека кейт находится в неком трипе где и кажется что ее судят как ведьму но на самом деле это сон ее пытаются спасти от утопления в воде из прошлой песни следующая песня watching you without me это продолжение истории где кейт не возвращается в реальный земной мир и становится призраком она видит свой собственный дом своих друзей в общем все то к чему она привыкла но никто не видит ее потому что она превратилась в призрака в джек оф лайф кейт встречает свою будущую версию самой себя где она пытается убедить ее бороться за свою собственную жизнь и остаться в живых в песне hello earth люди продолжают спасать ей жизнь на силу героини на исходе она уплывает все дальше и дальше от жизни которая ей была привычна мы слышим в треке сообщения наса ее душа уже оторвана от тела и так как на протяжении всего трека мы также слышим гимн он дает нам ощущение того что персонаж умер однако несмотря на такой ужасный опыт певица просыпается в последнем треке альбома the morning fog она начинает больше ценить жизнь только подойдя уже к краю пропасти сама кейт бур сказала что ее персонаж остается в живых поклонники певицы считают иначе они все считают что на самом деле героиня умерла она ушла из земной жизни и переродилась в другой что собственно нам намекает эта последняя песня подойдем к итогу кейт проводит слушатели через смерть и возрождение окутывает холодной водой и льдом чтобы наконец показать финальное ощущение жизненной энергии несмотря на чувство близкое к концу жизни из-за явных экспериментов в лирике пуш полностью принимает европейские музыкальные традиции без каких-либо следов американской культуры она интересно использует темы любви и романтики но дело все настолько самобытно и необыкновенно что ее действительно тяжело понять с первого раза слушая что-то помимо синглов пластинки ее некая изоляция от поп мира и стойко желание сделать пластинку самой позволила кейт написать такие песни которые она никогда раньше не делала попытки развивать мысли о дуальности жизни в музыке и хотеть чтобы тебя поняла огромное количество людей это довольно трудная задача но к счастью с первой она прекрасно справляется house of love получил признание критиков как за его выход так и за его ретроспективу что я считаю вполне заслуженным спасибо что досмотрели этот ролик до конца обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и ждите новых роликов увидимся